Отчет был достаточно обширный, цифры названы. Мы готовили их и видели их в течение года, поэтому год-то закончился не вчера, не сегодня, а уже достаточно давно. Цифры известны, разве что общей общественности, всему народу Чувашской республики были зачитаны данные цифры. Для меня новостей там больших не было, а вот тезисы, как вы сказали, в послании, я их даже на маленькую шпаргалочку себе записал, и вот верите, я услышал и, может быть, что-то пропустил, но я очень внимательно слушал. Это укропнение муниципальных образований, послание было. Для меня это, конечно, вопрос, так как я избран от жителей Новочебоксарска. Новочебоксарск давно по этому вопросу высказался при бывшем президенте Чувашской республики. Однозначно большинством, даже подавляющим большинством сказал, что нас никуда не надо укроплять. Если только к нам кто-то хочет присоединиться, да, в этом, если имел в виду Михаил Васильевич, то есть прикрепить к Новочебоксарску земли Чебоксарского района, я думаю, в данный момент жители Новочебоксарска не будут против. Но если как муниципальное образование касаться будет города, упразднение его, вливание в Чебоксар и прочее, этот вопрос не актуален однозначно для наших жителей. Поэтому вот это было, прозвучало. Затем, что я услышал, ну, со слов, цитаты, цитирую его, главы республики, конечно, может быть, это не нужно было в послании, но все же вот он призвал малый бизнес заниматься протезами, протезами, так как все заграничные протезы. Дальше я просто буду... Затем призвал заняться, опять же, видимо, бизнесу, утилизацией медицинских отходов на территории Чебоксарской республики. И единственное, что мне понравилось, понравилось, вот действительно понравилось, мы, справедливая Россия, фракция, об этом говорили в течение 12-го, всего этого пятого созыва, об оплате труда тренерам, особенно тренерам, которые занимаются с детишками, не только профессиональными тренерами, которые профессионалов спортсменов на Олимпиады и прочее выставляют, детские тренеры. Вот сегодня мы услышали в послании главы республики именно то, что на это будет обращено внимание. Будем наблюдать, будем смотреть. Разве что еще я не зацитировал здесь и не записал цитату, что меньше надо пить и бросить курить, ну это уже как бы литерически так... С этим нельзя не согласиться. Да, с этим нельзя не согласиться. Но по большому счету глава республики, я бы на его месте гораздо обширней бы дал позыв, если брать президента Российской Федерации в его послание, ну хотя бы можно было бы о демографическом кризисе говорить, да, или наоборот, вот он крайне тихонько сказал, что да, у нас произошел рост. А послание-то должно быть что? Что он на молодым семьям желает? Как он будет это помогать, принимать решение рождать второго, третьего ребенка? Не было, не услышал. Не услышал по поводу глобального увеличения рабочих мест на территории Чувашской Республики. Что для этого правительства делать? Или позыв какой-нибудь должен был, я считаю, быть. То ли в Миноборону обращаться, тащить сюда чиновников Министерства обороны? Почему на территории других муниципальных республик и областей строятся новые заводы с многотысячными рабочими местами? У нас, Минобороны, вспомните, в Чувашской Республике никогда еще ничего в сегодняшнее современное время, даже только разве что заказы Чапаевского завода, может еще один-два предприятия, ЛАРа и все. Владимир Юрьевич, вам удалось внести предложение главе Чувашской Республики? Как вы думаете, это предложение будет услышано? Ну, тогда вначале еще раз озвучиваю его. Действительно, опять же, ссылаясь на послание президента Российской Федерации об увеличении рабочих мест на местах, я считаю, что вот такой туристический кластер, если развить в Левобережье, а у нас там сегодня есть, существуют лыжники, спортсмены, я уж не говорю грибники, туристы, впрочем, просто погулять с детишками, а добираться туда один час, один час, а то и больше. И это убивает фактически желание. А как поступили нижегородцы? Ведь это очень грамотное и нужное решение. От 8 до 9, там, по-моему, 11 минут у них переправа, в один конец. Стоимость 50 рублей. У нас маршрутка сегодня тоже стоит, последний раз я читал, стоила 50 рублей. Значит, маршрутка тоже аналогичная, сегодня стоит 50 рублей. Но экономия времени и что такое прокатиться над Волгой, это же такие красоты, широты. Более того, если это будет занимать, ну, скажем, 10 минут, переехать с Чебоксара и сразу оказаться в тайге, ну, там же можно туристический кластер развить, ресторанный бизнес, туристический бизнес. Можно привлекать иностранные брендовые отели. Ну, и не буду их называть, рекламой не буду заниматься. Но хочу сказать, что если, более того, к тому вопросу, что в 2014 году начнется газифицирование или проектирование, но в любом случае в 2016 году мы считаем, что закончится газификация Левобережья, Сосновки и прочее, Октябрьский, Санаторий Чувашия, вот этих вот областей. Вот в этом связи я и пожелания высказал от жителей именно Левобережья, потому что зимой ходят пешком. Да, несколько неудобно, но все же пешком быстрее, 15-20 минут и на этой стороне Волги. А вот в Распутицу или летом, когда один трамвайчик в прошлом году, в 2019 году, ходил только в Санаторий Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова